Датчик Овлеска 91? Да. Что? Ну, конкретно, что там будет строиться, как будет контролироваться? Еще такой вопрос, там были сбытки в 385 тысяч гривен за деревья, кто их будет оплачивать? Значит, по сбыткам, действительно, была преждевременная вырубка деревьев, действительно, департамент экологии вышел, установил сбытки, сбытки оплачены. Кроме всего прочего, заказчикам в знак понимания ошибки первоначальных своих действий были оплачены дополнительно 140 тысяч гривен зеленотрест в наш питомник на дополнительную высадку, там более 100 деревьев. Можете эту информацию для подтверждения запросить у господина Байрамова. На том же месте или в другом месте? Да какая разница, она с Одессой одна, я не вижу смысла на том месте или не на том, мы оплатили в питомник, он оплатил, эти деревья будут высажены в городе, Одесситом. Что там будет? Да, это первое. Второе, вы видели сегодня целевое назначение, это под строительство отеля. Было представлено, ну, не показали, на самом деле, если бы депутаты пошли бы чуть дальше, они могли бы попросить визуализацию, там до шести этажей отель. До шести этажей. Без технических или с техническими этажами? Ну, как это жить без технического этажа? Это же невозможно. Это же 8 лет. Не, ну, технические, двухэтажный технический этаж с внутренней антресолью, это не оттуда. Следующий вопрос. По генплану она остается, территория остается для оздоровления? КБТ, конечно. По генплану и по плану зонирования территории. Переулок маячный. Поменяли целевое назначение, это был приватизирован, ну, наверное, давно, так сформулирован, очень давно. Наверное, больше 10 лет назад был приватизирован данная территория, по-моему, якорь назывался санаторий. На сегодняшний день часть его маячный 7, там уже производится строительство, там тоже 4-5-этажный комплекс. То есть там никаких высотных 25-этажных, там, речи не идет. Вы видели визуализацию, тоже там 5-6 этажей. А, и там отдали землю на Бульваре возле Гринвуда. Там что было? А там уже стоит, вы можете поехать посмотреть. Шестри парашка? Ну, вот слева, где вот этот был Восточный экспресс, как он сейчас по-другому называется, ресторан, с правой стороны, вот при въезде в Гринвуд, с правой стороны стоит отдел продаж, где был Гринвуда. Вот под этот отдел продаж от Велизема. Он стоит уже там. Скажите, а семинарская 1, это менялся сегодня в собственнике? Да, да. А кто, на кого я не знаю, что я не знаю? Ну, по всей видимости, там был ЗАРС, насколько я понял. И сегодня стал, как там, Бульвар какой-то там, Проджикт. А когда им отдали этот землю? Ну, если до 35-го года у них был договор до этого, меньше, чем на 25 лет у нас не давали, значит, где-то в 10-м году и дали. Кстати, Александр Витальевич, наверное, и давал. Кстати говоря, возмутитель наш. Сам отдал, теперь возмущается. 14-я станция, я хотела уточнить еще, у Антарктики, вот там был вопрос... Не давали, не давали, не давали, покаяться не в чем. Вот тот забор, который строился вокруг Антарктики, он касался только этого пятна? Там забор был установлен самовольно, оштрафован, дал предписание на его демонтаж. Он был этого пятна или шире? Шире, откровенно говорю, шире, за что я был оштрафован. И сейчас возвращает этот забор на место? Ну, по крайней мере, выдали предписание на его демонтаж. Не будет демонтировать, значит, будем дальше действовать по закону Убера. Либо получит разрешение на этот забор, если он будет соответствовать законодательству. Еще активно обсуждался на последней комиссии по архитектуре... Ну, нарушители должны прочувствовать, быть наказаны, войти в законодательное русло и получить документы. Активно обсуждался вопрос 13-й, 14-й фонтана, там где подпорная стена, интеграл, интергал, бут. Так и непонятно, есть документы какие-то у этих людей на строительство, именно жилю? Ну, у них есть разрешение нашего прекрасного ГАСКО Украины на производство строительных работ по укреплению. Это я точно знаю. Потому что мы, потому что, собственно, заказчиком данной ситуации является управление инженерной стены. Поэтому за это я точно могу сказать, что эти документы на подпорную, на там шпунтовый ряд, на укрепление склона, это точно есть. А на жилые дома? На жилые, ну, там не жилые дома, там не могут быть априори жилые, да, дома. Я не видел, вот не буду, вот могу сказать, что, скорее всего, есть в реестре, но лично глазами я не видел. Условия ограничения наш департамент архитектуры не выдавалось? Не знаю, при мне не выдавалось. Могу отвечать с 20 января по сегодняшний день, я не выдавал. И Красной Зори? Какая там сейчас ситуация с судами, судами и судами? За судами я не слежу. Знаю, что идут судебные постоянные разбирательства и средства массовой информации. Но вы видели сессию по утверждению проекта отвода земли. Такой вопрос не выносится уже, которую сессию.